Музыка Остеопороз это серьезное заболевание, которое связано с появлением у пациентов избыточной ломкости костей, приводит к травмам, при незначительных каких-то травмах, приводит к переломам трагическим, которые лишают человека возможности самостоятельно передвигаться, а иногда и приводят к инвалидности. Проблема остеопороза в мире очень серьезная. После 50-летнего возраста у людей, довольно большое количество людей имеет эту проблему, но при этом она никаким образом не проявляется. По статистическим данным от 2014 года, около 21% населения страны, населения Республики Беларусь, имеют проблему остеопороза. Остеопороз – заболевание костной ткани, которое ведет к появлению так называемой хрупкости костей, в результате чего переломы, которые получают пациенты с данной патологией, называются низкоэнергетическими. То есть этот перелом может свершиться в результате какого-то неудобного, даже до поворота в постели человека, падения с какой-то небольшой высоты, и он вызывает уже перелом тела позвонка, перелом шейки бедра. Чаще всего локализация данных переломов – это переломы тел позвонков и переломы шейки бедра. После 50-летнего возраста, особенно чаще этим заболеванием страдают женщины, после 50-летнего возраста довольно большой процент пациентов с данным заболеванием. Единственное, что еще раз хочу сказать, что он ничем не проявляется клинически, то есть пациент не чувствует этого, ему ничего не болит, его ничего не беспокоит. Единственное, может появиться какая-то деформация скелета, которую может даже и не заметить человек. Проект трансграничного сотрудничества, материально-технической помощи Европейского Союза, Польша, Беларусь, Украина 2014-2020 работает с апреля месяца 2019 года. Согласно этой программе, за счет финансирования Европейского Союза большая часть, это около 610 тысяч евро, и городского исполнительного комитета города Гродно, это 10% от этой суммы, то есть около 68 тысяч евро, организовался центр остеопороза. Центр остеопороза, основные задачи его, это обследование пациентов, выявление пациентов с данной проблемой. После выявления этого заболевания остеопороза, выполнять консультации в нашем центре остеопороза пациентов будет доцент кафедры травматологии, ортопедии, военно-полевой хирургии, кандидат медицинских наук Аносов Виктор Сергеевич и заведующий кафедрой общей врачебной практики и поликлиники доктор медицинских наук Якубова Людмила Валерьевна. На сайте больницы будут телефоны нашего центра остеопороза, часы работы, время, когда можно записаться на прием к врачу, потому что, к сожалению, денситометр – это аппарат, который может выполнять определенное количество исследований в течение дня, рабочего дня. Это совсем небольшое количество, поэтому запись будет вестись заранее. И после того, как человек записывается, приходит сюда, ему выполняют обследование. Обследование, кстати, денсиметрическое исследование выполняет у нас тоже квалифицированный специалист с городской университетской клиники, врач-вентгенолог Нечипаренко Анна Степановна. Лечение же этих переломов занимает довольно длительное время. Если это что касается переломов шейки бедра, то это необходима такая сложная операция, как эндопротезирование сустава, которая требует длительной реабилитации. Если человек более молодого возраста, то это он переносит более спокойно, более быстро его проходит курс реабилитации. Если же это… А чаще всего это люди, которым за 70 лет, естественно, страдающие сопутствующей какой-то патологией со стороны сердца, легких, внутренних органов и так далее. У них реабилитация проходит значительно сложнее. И вернуть человека к нормальной жизни, улучшить его качество жизни, более длительное время на это уходит. Причинами остеопороза являются действительно, как правильно вы сказали, это какая-то сопутствующая патология при приеме, допустим, каких-то гормональных препаратов. Чаще проблемы возникают у женщин в постменопаузальном периоде, то есть старше 50 лет. Это различные гормональные перестройки в организме, которые ведут к вымыванию кальция из организма и нарушению процесса костеобразования правильного. Дальше правильно вы сказали вредные привычки – это курение, употребление алкогольных напитков. Правильно, еще за одной из причин является малоподвижный образ жизни. Поэтому одним из пунктов нашей программы борьбы или профилактики остеопороза в нашем центре с пациентами будет проводиться учеба по обучению скандинавской ходьбе. Будут выдаваться скандинавские палки, которые тоже закуплены по программе данного центра нашего остеопороза. И уже потом, после того, как человек пройдет эти все курсы, обучится он в скандинавской ходьбе с специальным педагогом для этого будет. Дальше. Одной из причин развития остеопороза является неправильное питание. Поэтому при необходимости будет назначаться консультация врача-диетолога, который скорректирует, сбалансирует диету для данных пациентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...